Федеральный закон номер 2017 обязывает уплачивать взносы на расчетный счет товарищества. Таким образом, просто собрать наличку в карманы по закону уже не получится, а все траты должны быть обоснованы протоколами общего собрания. Все платежи должны быть на счету. То есть председатель должен открыть счет, выдать всем судоводам бумажечку, где, что, как. И они все свои членские взносы за электроэнергию, они должны нести в тот банк, где им удобнее. И все деньги должны лежать там. Однако нередко председатели садоводческих товариществ считают, что новый закон не обязывает их открывать счет и собирать взносы исключительно безналично, так как в соответствии с гражданским кодексом граждане сами решают, какую форму расчетов использовать, если эти самые расчеты не связаны с предпринимательской деятельностью. С января 2019 года необходимо все платежи вносить безналичным способом оплаты. То есть либо через банкомат, через личный кабинет, либо можно предоставить эти реквизиты в банк, и банк самостоятельно все сделает за вас. Есть такая категория граждан, которая пока что еще к этим новшествам не привыкла. И действительно гражданский кодекс нам позволяет оплатить наличным способом оплаты непосредственно в СНТ. Но в данном случае СНТ обязательно должны выдать документы, подтверждающие оплату данных членских взносов. Садоводы хотят знать, за что они платят, и хотят видеть отчетные документы. В СМИТе должно быть прописано, что входит в членский взнос зарплаты председателя, электрика и тому подобное. Он должен прийти и сказать, вот мы будем делать вот эту дорогу. Вот я сходил в организацию, вот мы приблизительно бросали вот этот договор. Значит, если 10 машин щебенки будет стоить вот столько, 10 машин песка столько, закатать, укатать, и это будет вот такая сумма. Каждому вам достанется по 5 тысяч. Вы согласны? Вот тогда вперед. Собирайте деньги, они будут называться членские. С 1 января, значит, только два взноса – членский и целевой. Если федеральный закон номер 217, который обязывает уплачивать взносы на расчетный счет товарищества, не выполняется, председателю грозит штраф примерно 10 тысяч рублей. Если члены товарищества своевременно внесли денежные средства наличным способом, то в данном случае это вина председателя. И, соответственно, председатель должен самостоятельно нести расходы по оплате штрафа. Для нас с вами важно, что закон принят и вступил в силу, и он обязателен для всех. Нормы 217-го федерального закона действительно спорные. Тем не менее, за неисполнение его требований наступает ответственность. Так что, если вы хотите платить взносы на счет и вести прозрачную бухгалтерию, стоит поговорить со своими соседями по садоводческому товариществу и прийти к нужному решению. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».